Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Рома Гриценко провел прямой эфир в Instagram. Он стал очень популярным после того, как прошел слух об отношении Гриценко с Ольгой Бузовой. Его прямой эфир посмотрели 10 тысяч человек. Рома рассказал, что Лиза Триандафелиди уже познакомила его со своей дочерью. У ребят сейчас в отношениях все замечательно. Недавний скандал в семье родителей Маши Кахно, который она вынесла на всеобщее обозрение, доставил ее отцу очень много проблем. Его одолели звонками со всей страны. Мужчина известный музыкант, народный артист России. И после этой истории ему стыдно смотреть в глаза собственных студентов. Влад Кадони заселил на одну неделю Алексея Чайчица и Сашу Шевченко. Леша сказал, что от заселения ничего не изменится. Он не хочет строить с девушкой отношения. Шевченко сильно хочет полететь на остров любви. Она просит голосовать за нее в ТНТ-клаб. Саша Черно передумал отдавать щенка в хорошие руки. В недавнем эфире Сергей Кучеров признался в проблемах с потенцией у качков. Он прочитал лекцию для Алексея Чайчица о том, что прием спортивных добавок вызывает серьезные проблемы с потенцией. И только потом он понял, какую глупость сморозил и попытался увести разговор в другое русло. Многие бывшие участники телепроекта рассказывают о том, что на Доме-2 стартует новый проект по типу последнего героя. В тропики полетят Илья Ебаров, Джозеф Мунгале, Антон Шоки, Стас Дегтяренко. Возможно, к ним присоединится Ваня Барзиков. Всего в новом проекте примут участие 12 бывших домовцев. Ну а во главе всей компании будет Татьяна Владимировна Африкантова. Недавно Ольга Бузова снималась в качестве ведущей в пилотных выпусках новой передачи на Первом канале «Бабий бунт». Но руководство канала не устроило этот продукт и в эфир передача не выйдет. Вику Романец высмеяли в очередной раз. На фото девушка пьет коктейль из трубочки, у нее отсутствует одна щека. Видимо, она убирала обвисшую кожу с лица в фотошопе и стерла щеку. Бывшая участница Дома-2 Оксана Стрункина рассталась с мужем. Ее брак продлился всего 5 лет. Оксана вместе с сыном покинула Москву, переехала в Зеленоградск, который находится в Калининградской области. Оксана не расстраивается. Самый главный мужчина в жизни у нее уже есть – это сын. Саша Задойнов публикует снимки с новой девушкой. На этот раз его избранницей стала миловидная брюнетка, которой не больше 20 лет. Лиза Шароха рассказала об отце своего ребенка. Своего нового избранника, бизнесмена Игоря, Лиза встретила в родном городе Днепропетровске. Избранник Лизы дал сыну свою фамилию. Также в честь рождения сына он подарил ей автомобиль и роскошную двухэтажную квартиру в элитном районе. Влюбленные пока не связали себя узами брака. Игорь уже готов и к свадьбе, но для Лизы это пока не самое главное, как она уверяет. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.